Здравствуйте! Это программа «Прокурор в теме». Как правильно составить жалобу в прокуратуру и что для этого нужно? Когда обращение будет эффективным и каков порядок его рассмотрений? Каковы сроки разрешения вопросов при обращении в прокуратуру? Вот вся самая важная информация о прокурорском надзоре в нашей сегодняшней программе. Я представляю гостя в студии. Владимир Александрович Исаев, прокурор промышленного района города Самары, старший советник юстиции. Добрый день! Здравствуйте! Ну что же, тема заявлена. Предлагаю на нее пообщаться. Весьма любопытная, я так думаю, для граждан будет наша тема. Тем более для тех, кто, наверное, ни разу еще в прокуратуру не обращался. Так вот, каким образом сегодня, письменно ли, устно ли, возможно, обратиться в прокуратуру? Порядок, сроки и круг лиц, обязанных рассматривать обращение граждан, в целом, в Российской Федерации регламентирован федеральным законом об обращении граждан, номер 59 федерального закона. Кроме того, в прокуратуре действует инструкция по рассмотрению обращения граждан, которая утверждена генеральным прокурором Российской Федерации. Обращения граждан для нас были и являются надежным источником получения сведений о болевых точках, которым нужно прикладывать наши усилия, чтобы восстановить нарушенные права граждан. Так, например, на примере промышленной прокуратуры нам поступило более 5000 граждан, и это больше, чем в 2022 году. 5000 жалоб от граждан. Ежегодно эта цифра возрастает. По двум направлениям рост происходит. Мы увеличиваем личный прием, то есть личные встречи с гражданами на 10% больше приняли в этом году. И кроме того, граждане все активнее пользуются электронными сервисами, которые введены в Российской Федерации, а именно портал государственных услуг, через который подается все больше обращений, и единый портал прокуратуры генеральной, который также действует в электронном сервисе. И на сегодняшний день это уже составляет доля всех обращений, поступивших к нам в районную прокуратуру, 35%. В прошлом году она составляла 28%, ранее составляла еще меньше. Таким образом, пользуясь электронными сервисами позволяет гражданам более активно направить свое обращение, получить на него ответ. Ну, сейчас давайте коснемся всех вот этих вопросов поподробнее, но давайте сначала начнем, вот как вы верно выразили, с болевых точек. Какие болевые точки самые актуальные, ну, проще говоря, с какими жалобами чаще всего обращаются к вам граждане? Если разобрать структуру обращений, которые к нам приходят, их можно условно разбить на две большие группы. Первая, составляющая 80% всех обращений, это обращение к категории нарушения исполнения законодательства федерального в различных сферах, из которых, в свою очередь, можно разделить, что для прокуратуры района промышленного характерно. Самые популярные проблемные точки, куда люди обращаются и на что жалуются, это исполнительное производство, недостатки в работе исполнения решений судов, в том числе, в частности, по алиментам. Второй категории, достаточно популярной, является сфера ЖКХ и жилищных прав. Различные расчеты, начисления, коммунальные аварии, недостатки в расчетах, недалежащее оказание услуг, управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями, разделение ответственности между участниками данного процесса и управления домами. Во всем этом необходимо каждый раз детально разбираться и устанавливать права. Эта проблема остается актуальной для нашего района. И кроме того, в топ-3 вопросов, которые нас ориентируют граждане на эти проблемы, остаются вопросы трудового законодательства. Это вопросы чаще всего невыплаты или неполные выплаты заработной платы, трудовые споры, нарушение правил охраны труда, неформальное занятость, недалежащее оформление трудовых договоров. В общем, там, где люди не согласны с работодателем по тем или иным вопросам. Вы сказали, что граждане могут обратиться в прокуратуру посредством портала государственных услуг и через сайт прокуратуры. Скажите, пожалуйста, отвечаете ли вы одинаково в срок, если обращение через госуслуги или через портал прокуратуры? Да, независимо от того, что обращение поступило в рамках электронных сервисов, либо традиционным путем, о которых я, конечно, не сказал, но... О традиционном это прийти и написать заявление. Это письменный формат через личный прием, где у нас ежедневно обеспечен дежурный прокурор, который примет гражданина, если необходимо, даст какие-то дополнительные комментарии. Либо, если это не требуется, у нас есть ящик для приема граждан, который ежедневно вскрывается и просматривается корреспонденция, либо остается также актуальным вопрос, и это многие используют, Почта России, либо другие почтовые сервисы, то есть бумажный формат обращений. Независимо от поступления обращения в виде электронного сервиса госуслуг или единого портала, письменного формата, где личный гражданин донес это, либо почтовым, рассматриваются они все в единые сроки, в едином порядке, никого мы в приоритете или, наоборот, в пониженном приоритете не для себя не делаем, все для нас равнозначны. Это просто для удобства различных форм подачи обращения. Сроки одинаковые? Какие? Так, точно. Сроки варьируются от непосредственно категории жалобы и характера вопросов. Приведите пример, пожалуйста, чтобы было понятно. Да, если граждане жалуются, а это составляет у нас примерно 20% и вторая важная категория обращений, так называемое обращение в рамках уголовного судопроизводства, потому что прокурор надзирает не только за исполнение федерального законодательства в различных ведомствах и организациях, но и активно надзирает за органами следствия и дознания. По вопросам их нарушений, в частности, бывают, когда потерпевшие или лицеподающие заявления жалуются, что недостаточно эффективно ведется проверка по их заявлениям или расследуется уголовное дело, так и, наоборот, со стороны обвиняемых подозреваемых может быть жалобы о том, что неверно или незаконно нарушаются их права на защиту различными подразделениями органов следствия и дознания. Такие обращения... То есть встречные иски, да, бывают и сталкиваются интересы сторон, да, здесь, конечно, вот вам еще, наверное, проблематичнее разобраться. Безусловно. И в связи с тем, что это уголовное судопроизводство, которое связано в том числе с такими последствиями, как, возможно, лишение свободы в будущем для граждан, как наказание, здесь сроки сокращенные. Здесь от прокуратуры требуется рассматривать такие заявления в трехсуточный срок. Либо, как сказано в статье 124 Уголовного процессуального кодекса, при определенных обстоятельствах необходимости изучения материала срок может быть проведен до 10 суток. Таким образом, предельный срок рассмотрения обращений в рамках уголовного судопроизводства, где идут жалобы на следователей и дознавателей, он составляет 10 суток. Если же вопрос касается соблюдения федерального законодательства, то, о чем мы говорили, где я приводил пример исполнительного производства, трудовые права, ЖКХ, жилищные права, срок рассмотрения таких обращений составляет 15 дней, если не требуется проверочных мероприятий. Вопрос очевиден, либо он должен быть разъяснительного характера, где нужно какие-то нормы разъяснить, что так требует человек. Если же там требуются выезд и проверка, а, например, в ЖКХ это почти 100%, в случае там необходимый выезд на место, то инструкция дает нам право провести проверку и ответить гражданину в течение 30 дней с момента регистрации. Вот такие в целом сроки предельные. Вы сказали, что поступает очень много обращений, и цифру назвали 5000, да? Если мне память не изменяет, но это за год. Верно? Да, так точно. Да, скажите, а хватает ли сил и возможностей все эти обращения обрабатывать, среагировать вовремя? Ведь над вами же тоже существуют какие-то, я так понимаю, надзорные действия, когда проверяют и вас, как вы реагируете на обращения граждан, и всегда ли вот такие глобальные решения принимают заместители, помощники, или это только зона вашей ответственности, как прокурора района? Сразу несколько вопросов, но, пожалуйста, давайте по порядку. В целом из 5000 обращений все же есть не относящиеся прямо к компетенции прокуратуры, и часть из них, так предусмотренные федеральным законом и нашей инструкцией, есть возможность перенаправить в то ведомство, которое целенаправленно занимается этим узким вопросом. И это порядка из поступивших 20% так перенаправляются в течение семидневного срока. Дальше ответ дается тем учреждениям. Если человек не согласен с ним, он может обжаловать их действия. Это как бы следующий шаг. Если он удовлетворен, то, значит, система сработала полноценно, то ведомство отработало свою задачу. Вместе с тем остается действительно немалая цифра, 80%, а это порядка 4 с лишним тысяч, которые мы рассматриваем самостоятельно, в прошлом году рассмотрели. Каждое такое обращение, да, это зона ответственности прокурора организовать данную работу и полно, объективно разобравшись, дать человеку окончательный ответ, принять необходимые меры и дальше еще проконтролировать их полное исполнение. Вместе с тем, с точки зрения получения ответа на вопрос, подписать ответ может не только прокурор района. Как правило, распределены обязанности таким образом, что узкие направления закреплены за заместителями. Нередко по вопросам их ответственности они самостоятельно дают ответ и подписывают его, направляют гражданину в ответ. В случае несогласия с позицией заместителя, гражданин имеет полное право обратиться лично повторно в прокуратуру района. На ответ буду давать уже лично я, как прокурор, давая оценку как полноте проверки, проведенной моим заместителем, в целом ситуации и отвечать перед гражданином, как руководителем организации. Ну, мне кажется, такие случаи, скорее, наверное, исключение, чем правило, или наши граждане настолько юридически подкованы? Есть в отдельных сложных вопросах активные позиции граждан, которые поправляют нас, и мы в ряде случаев и соглашаемся. Есть и действительно, где система срабатывает положительно, без вмешательства первого лица. Да. Хорошо, спасибо. Продолжаем. Скажите, как привлечь к ответственности, и куда с этим обратиться, если, к примеру, чиновники муниципальных служб или государственных органов, инспекции, департаменты не реагируют на обращение? Тот же самый федеральный закон об обращении граждан обязывает все государственные и муниципальные органы рассматривать обращение граждан. Кроме того, данный перечень в свое время был расширен, и туда включены не только должностные лица государственных и муниципальных органов, но и руководство государственных и муниципальных учреждений или организаций, созданных муниципалитетом и государством, исполняющих публично значимые функции. Таким образом, достаточно широкий круг различных организаций и ведомств обязаны рассмотреть обращение и выражать свою позицию. Сроки, установленные данным законом, они аналогичны. 15 дней без проверки, 30 не требуется проверка. Если гражданин не получает от них соответствующей реакции в установленный срок, то данные без действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренный статьей 5.59 Кодекс о административных правонарушениях. А возбуждение дел по данной статье является исключительной компетенцией органов прокуратуры. Поэтому, если соответствующие органы не ответят гражданину, мы всегда призываем активно бороться за свои права и обращаться в органы прокуратуры. Так, например, прокуратура промышленного района в прошлом году. В отношении 23 должностных лиц возбуждены такие дела. На них наложен штраф свыше 100 тысяч. По каждому обращению штраф будет составлять от 5 до 10 тысяч рублей. Это будет уже решать суд. Да. Ну вот, кстати, а какое количество рассмотренных уже обращений граждан в прокуратуре сегодня? И скажите, как часто к ним применяются меры реагирования? Рассмотренных обращений в целом, помимо тех, которые перенаправлены, я сообщил, примерно 80% от поступивших. Из рассмотренных в районе 17% конкретно прокуратуры района были полностью поддержаны и установлены основания для внесения мер реагирования. По остальным потребовалось различные разъяснения, иные формы воздействия, где меры реагирования прокуратуры не применялись. Во всех случаях, где полностью подтверждена информация о нарушении закона, мы в соответствии, если это речь о нарушении федерального законодательства, вносим меры реагирования, исходя из тех, которые предусмотрены в законе о прокуратуре, либо вносятся представления об устранении нарушения законодательства, где мы указываем должностным лицам о тех фактах, которые мы подтвердили в ходе проверки, здесь требования гражданина подтвердились, и требуем принять незамедлительные меры об устранении и сообщить нам об этом в 30-дневный срок. Если само это нарушение образует состав какого-либо правонарушения административного, то самостоятельно возбуждаем данное дело в административном правонарушении, привлекая к ответственности должностных лиц. Если там требуется нормативно-правовый акт, какой-то признать незаконным, мы имеем право принести протест. Кроме того, в отдельных случаях, где мы усматриваем в ходе своих проверок признаки уголовного правонарушения, соответственно, преступления, мы наделены полномочиями, активно им пользуемся, по направлению материалов проверок в органы расследования для возбуждения уголовных дел. Так, в частности, по трудовым, жалобу на нарушение трудовых прав. В прошлом году четыре раза мы нашли основания, где невыплата зарплаты перешла уже черту от просто административного правонарушения к преступлению. По нашим материалам возбуждены уголовные дела, после которых полностью все задолженности по зарплате людям выплачены, а люди осуждены. Ну, то есть вы отслеживаете еще и такие моменты, да, когда дело набирает обороты именно по вашей инициативе? Безусловно. По всем мерам, внесенным нами по жалобам граждан, мы обязаны и отслеживаем меру реагирования, как она исполнена, удовлетворяет ли нас те действия, которые произвели и после их исполнения, и необходимость принятия дополнительных мер. И снимаем с контроля только после того, как убедимся, что те права, которые мы требовали восстановить, восстановлены в полном объеме. Да, в полном объеме. Скажите, а вот если граждане к вам обращаются посредством портала государственных услуг, вы отвечаете им таким же способом, либо, может быть, какие-то различные, вызываете на личную беседу, чтобы дополнительные разъяснения дать? И вот, кстати говоря, есть ли такая статистика? Лично на прием к вам приходят более пожилые люди, ну, понятно, что молодые более заняты, либо здесь вот статистики нет такой? Начну с самого начала. При поступлении по электронным сервисам, портал госуслуг или единого портала прокуратуры, ответ дается исходя из того, как гражданин самостоятельно в соответствующей графе поставил пожелание. Если он указывает электронную почту, мы, соответственно, направляем ответ по данной электронной почте. Если он указывает необходимость получения ее обычным почтовым отправлением, мы его отправляем почтовым отправлением. по общему правилу, если он не указывает, просто указывает адрес, тогда мы отправляем почтовым отправлением. На прием приходят действительно, на самом деле, различные категории граждан. Наверное, можно согласиться, по моему личному ощущению, статистики такой специальной, для нее действительно более взрослое население больше желает, наверное, пользоваться электронными сервисами, а лично увидеть, пообщаться с прокурором либо с заместителем. Ну, вместе с тем, нередко можно увидеть обращение от достаточно пожилых людей направленных электронным сервисом. При общении с ними узнаешь, что им помогали направлять внуки и дети. То есть, на самом деле, растет данное количество и погружаются люди в этот электронный сервис. Ну, то есть, как, наверное, удобнее, проще в данный момент направить обращение таким вариантом люди и пользуются. А вот есть ли какие-то уязвимые категории граждан и по каким вопросам они чаще всего обращаются в прокуратуру района? К социально уязвимым категориям граждан мы чаще всего относим пенсионеров, лиц с ограниченными способностями и, конечно, категории несовершеннолетних, которые либо самостоятельно обращаются, либо чаще всего за них обращаются их законные представители, родители. Вопросы эти чаще всего касаются лекарственного обеспечения, если мы говорим о лицах с ограниченными способностями, обеспечения их в полном объеме и своевременно, различных средств реабилитации. И к таким обращениям у нас, безусловно, приоритетное особое внимание. Как правило, оно на разрешение у самых опытных работников и контролируется лично мною для оперативного вмешательства и корректировки работы тех органов социальных служб, которые требуются в данном конкретном случае. Вы не назвали такую категорию, как дети-сироты. Тем не менее, я задам вам этот вопрос. Как сегодня в вашем районе обстоит дело с обеспечением жилья детям-сиротам? Это комплексный вопрос, который решается как областным руководством, так и городской администрацией. Рома также в органах прокуратуры. Он в приоритетном и особом контроле находится как прокуратуре области, так и прокуратуре города. И здесь передовые решения и меры реагирования принимаются данными ведомственными. Вместе с тем, мы, строго руководствуясь их указаниями и общими тенденциями, также эту ситуацию отслеживаем. Держим на контроле в той части, в которой поручение нам выдается. Мы также отслеживаем, в том числе, исполнение получения. Наша зона ответственности зачастую это проследить, качественно ли жилье предоставлено соответствовательно всем нормам. Ну а если гражданин хочет обратиться от лица жителей многоквартирного дома, к примеру, трудового коллектива, ну или другой группы, как ему необходимо это сделать? Предусмотрено действительно как форма индивидуального обращения, так и форма коллективного. Ограничения здесь законодательства никаких не дает. Если это форма письменная, то здесь необходимо после написания основного текста заполнить фамилии, имя, отчества подписантов, которых они должны поставить подписи. В электронной форме, в принципе, допускается просто их упоминание. Достаточно от одного гражданина. В конечном счете он будет отправителем, и его же мы уведомим с указанием на то, чтобы он смог огласить наше решение остальным участникам. Ну а вот, кстати, требуется ли доверенность от лица прокурору как к нотариусу? Могут ли граждане без доверенности обращаться в органы за других людей, ну, к примеру, за своих родственников? Нет, не требуется. В данном случае законодательство и наши инструкции исходят из того, чтобы максимально упростить обращение. Мы рассматриваем без каких-либо доверенностей обращение граждан и разбираемся в признаках нарушения и сообщаем данным гражданам. Ну а если, к примеру, гражданин не согласен с ответом заместителя прокурора района, кому писать жалобу? Высшестоящим прокурором касательно нашей структуры для районной прокуратуры города Самары, промышленной, например, высшестоящим прокурором является прокуратура города Самары. Соответственно, действие с подписью прокурора промышленного района города Самары может быть обжаловано в данную структуру городского звена. Такие бывают обращения? Да, есть такие случаи. Граждане активно пользуются своими правами. И пишут обращения. Ну хорошо, а вот все-таки можно, не оставляя письменного обращения, прийти для начала проконсультироваться с помощником прокурора, к примеру, по какому-то интересующему ответу. Может быть и вопросы, вернее, может быть и не нужно писать жалобу, жалобу-то, а просто проконсультироваться, и вопрос решен. Такие случаи, как часто бывают, расскажите. Да, так точно. Для этого предусмотрен, я об этом уже говорил, и мы это постоянно активизируем, нашу работу по личному приему. Все больше людей мы стараемся принять, и в том числе немалая часть после беседы в прокуратуре о данной ситуации получают устные разъяснения, где не требуется принятие мер по процедурным моментам, каким-то еще вопросам. И данные устные разъяснения используют в дальнейшем в своей работе. Мы это тоже учитываем, это тоже наша работа. Такая функция у нас имеется. Для этого обеспечен в течение рабочего дня обязательно закрепленный работник по каждое время. В каждой прокуратуре висит соответствующий график, гражданин может с ним ознакомиться. Ему обеспечен будет обязательно прием, на котором он может самостоятельно решить, оставить ли ему обращение, либо удовлетвориться тем разъяснением, которое ему даст сотрудник. Вот, кстати, обращение, разъяснение и жалоба. Это ведь совершенно три разных понятия. А в чем отличие друг от друга? Обращение понятия более широкое, общее, которое включает как жалобу, так и заявление. Одно из них отличается тем, что представляется с критикой, другое с просьбой каких-то принять мер, если коротко разъяснить те положения, нормы, которые содержатся в своем законе. Разъяснение же это относится скорее к вопросу результата, в котором он может удовлетворить жалобу, приняв меры, а можем разъяснить, если она в целом по своей структуре скорее содержит недопонимание гражданина норм требований закона, которых он просит разъяснить в той или иной ситуации, как необходимо действовать, или соответствует то или иное событие закона, в котором мы разъясняем. Но вот, кстати, когда вы пишете разъяснение, я лично не сталкивалась, но я так полагаю, все равно, что вы апеллируете нормами закона и статьями закона, и, возможно, будет непонятно ответ, опять же, если мы сейчас возьмем категорию пожилых людей, вот насколько четко, понятно, разносторонне вы пишете разъяснение, чтобы не нужна была помощь юриста, а вот мне прислали ответ из прокуратуры, пожалуйста, прочитай мне, но на русском языке. Безусловно, мы не можем выйти полностью за формат без ссылок на законодательные акты, и это наша обязанность прямая. Но, конечно же, при формулировании ответа мы всегда стараемся, чтобы построение текста, логика внутренняя и язык соответствовал скорейшему и четкому пониманию гражданина той позиции, которую мы ему заложили. Кроме того, повторюсь, мы всегда оставляем открытыми дверями для приема, где человек с тем же ответом всегда может прийти, и мы письменно всегда данную строку вставляем в наш ответ, что вы вправе прийти за разъяснением. И на личном приеме ответственное лицо подробнее в устном порядке, бывает так легче, разъяснит отдельные положения. Ну, а бывают ли обращения или жалобы, которые остаются совершенно без рассмотрений, или, к примеру, гражданин приходит с жалобой, а вы говорите, нет, это не к нам, и вот мы не будем вам помогать в данном случае. Нет, любой, кто пришел и направил, или любым иным способом направил к нам через электронный сервис обращения, даже если он относится к нашей компетенции, мы зарегистрируем 100% каждое обращение. Другое дело, что дальнейшие действия, если это не к нашей компетенции, мы, соответственно, имеем право перенаправить с уведомлением гражданина о том, куда направленный обращение, кто ему в конечном счете ответит. Ну, кроме того, есть категории, где граждане стараются, например, остаться анонимными и не сообщают сведения для обратного адреса, для обратной отправки данного ответа, соответственно, он считается как анонимный и в узком смысле не рассматривается. То есть в нем содержатся признаки по нарушениям, и в любом случае проводим при нем проверку, но оно не идет к категории рассмотренных, потому что по нему ответ не дается, потому что нет данных. Обратной связи. Ну, вот, кстати, мы говорили об ответе от органов прокуратуры, а вот когда граждане пишут обращение или жалобу, вам порой бывает сложно разобраться, или есть какие-то шаблоны для обращения, где там есть, да, имеется шапка, нужно коротко изложить свою проблему, подписаться, обратный адрес и так далее? Безусловно, для удобства адресования создан некий шаблон с шапкой и адресом и данными гражданина, вместе с тем жизнь настолько богата и настолько много ситуаций, что шаблонное обращение составить достаточно сложно, да и ограничивать гражданина какими-то узкими категориями порой тоже было бы неверным. Поэтому, как правило, это творчество живое, которым гражданин излагает свою боль и проблемы в зависимости от того, как он желает. Некоторые укладываются в достаточно короткие строки, кто-то пишет на многих десятках страниц. В любом случае, как бы человек ни изложил, мы это изучим, вычленим оттуда необходимые моменты, юридически дадим оценку и ответим. В случае какой-то непонятности, мы всегда можем с ним связаться. Для этого в шаблоне всегда есть строка о контактных данных, электронной почте. А как вы общаетесь с иностранными гражданами? Ну, я сейчас здесь имею ближние наши зарубежья, конечно, обращаются за помощью. Вот как изложить, если, допустим, на родном, не на русском языке пишут обращение? Чаще всего те иностранные граждане, которые находятся на территории Российской Федерации, владеют русским языком. Такие, которые и очень плохо владеют, и порой не разберешь даже какие-то простые вещи. Как раз они прибывают на территории Российской Федерации, на практике. Нередко они ходят с переводчиками, либо с лицами, сопровождающими их, не имеющими статуса переводчика. Ну, то есть здесь проблем нет. Да, но помогают им составить. Как правило, там никогда не в одиночку не появляются. Рядом с ними есть лица, владеющие русским языком. Ну что же, заканчиваем наш эфир. Предоставляю вам заключительное слово на тему нашей программы, что бы вы выделили в главное в обращении к нашим уважаемым телезрителям? Уважаемые граждане, органы пропортура всегда открыты для ваших обращений. Именно по ним мы ориентируемся на состояние законности в районе. И от вашей активной позиции, в том числе, зависит, как мы вместе сможем заставить соответствующих должных лиц выполнять свои обязанности, поправим те недостатки в жизни, которые существуют, увидим те моменты, которые демонстрируют нам, что действующие нормы права там не работают и необходимо корректировать данную ситуацию. И только вместе мы сделаем наш район лучше и законнее. Спасибо вам большое. Ну а сегодня на мои вопросы отвечала Владимир Саев, прокурор промышленного района города Самара. Благодарю вас за ваши компетентные ответы. И, конечно, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор» в теме. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова